Вопрос. У меня неизлечимая болезнь, причину которой я не знаю. До сих пор нет средства для лечения этой болезни. Я слышала, что в Мекке есть фирма, которая работает с другой фирмой из Египта, и они организуют совершение паломничества вместо умерших людей или больных. Однако на самом деле я не доверяю им. Действительно ли они совершают большое и малое паломничество от нашего имени или нет? Оплатить ли мне им паломничество, даже если я не доверяю им? Получу ли я награду за паломничество, если его не совершат на самом деле, или я все еще должна буду совершить обязательное паломничество? Могу ли я совершить несколько малых паломничеств? Или только обязательное большое и малое паломничество? Ответ – хвала Аллаху. Во-первых, мы бы хотели обратиться к великому Аллаху, Господу великого трона, чтобы он исцелил вас, одарил вас милостью и даровал вам полное исцеление. Если человека охватила неизлечимая болезнь, то он может поручить совершить обязательное паломничество вместо себя другому человеку при условии, что человек, которому он поручает, совершил за себя обязательное паломничество. Во-вторых, изначально фирмам и операторам, которые занимаются малым и большим паломничеством, можно доверять, так как именно доверие является решающим фактором продолжения их работы, поэтому они им очень дорожат. Обычно владельцы любого проекта стараются довести дело до конца и выполнить его хорошо, чтобы люди продолжали к ним обращаться, не портили их репутацию и не оставляли их ради других фирм. Это самое меньшее, что можно сказать изначально. Однако, наряду с этим вы должны оберегать свое поклонение, постараться исполнить свой долг и не поручать выполнение своего поклонения никому, кроме тех, кого вы знаете, или тех, кто, как вам кажется, точно исполнит его, и о которых вы узнали сами, работали с ними, или о которых вам сообщили надежные люди, знающие эту фирму. Если вы постарались во всем этом, и вы уверены с большой степенью вероятности, что доверенному лицу можно верить, то вы не обязаны перепроверять его действия и исследовать, точно ли он исполнил все то, что ему доверили или нет, так как в основе он совершит то, что ему доверили, особенно если это касается поклонения. Если только вы увидите то, что внушает вам сомнения, тогда оставьте эту фирму. Шейх Ибн Базда, помилует его Аллах, сказал, «Основа в подобных вопросах в большинстве случаев состоит в том, что доверенное лицо исполняет поклонение. Это в большинстве случаев, даже если его обвинят в нарушении договора. Однако в большинстве случаев доверенное лицо исполняет то, что ему доверили. Но если сам человек из предосторожности найдет доказательство тому, что поклонение было исполнено, то это было бы хорошо с той точки зрения, что следует оставлять сомнительное и обратиться к тому, что сомнений не вызывает, и с предосторожности. В любом случае, мы не советуем вам обращаться к фирмам, о которых вы ничего не знаете, и которую никто из людей, которым можно доверять, и которые знают положение дел фирмы, не посоветовал. Мы знаем от жителей стран и от путешественников, прибывающих оттуда, что в каждой стране есть люди, которые могут вместо вас исполнить поклонение. Постарайтесь найти среди вашего окружения людей, которых вы знаете, и которые смогут исполнить поклонение вместо вас или нанять для вас человека, который совершит за вас поклонение. В-третьих, если больной человек перепоручил исполнение большого или малого паломничества какому-либо человеку, то он должен поручить это такому человеку, которому можно доверять, который знает, как исполнять паломничество, и который не является вероломным и незнающим. Если он поручит это человеку, о котором позже станет известно, что ему доверять нельзя, то в случае, когда он поручил исполнить обязательное паломничество, и когда стало известно, что паломничество он как следует не совершил и пренебрег тем, что ему доверили, то доверенное лицо должно возместить все траты на паломничество, то есть у него их следует затребовать и взять, а после поручить совершение паломничества человеку, которому можно доверять, и который знает, как совершать паломничество, чтобы на следующий год этот человек совершил его. В случае, если он поручил исполнить добровольное паломничество человеку, о котором стало известно, что ему доверять не следует, и что он не исполнил паломничество как следует, то доверенное лицо возмещает расходы за паломничество, но доверитель не обязан совершать паломничество на следующий год. Шейху Ибн Базу, да помилует его Аллах, задали вопрос о человеке, который заплатил человеку, думая, что ему можно доверять, чтобы тот совершил паломничество вместо него, но позже оказалось, что этот человек совершает неправедные поступки. Шейх ответил, В-четвертых, ученые разногласили относительно вопроса поручения совершения добровольного большого или малого паломничества. Группа ученых считала это дозволенным, если доверитель не может совершить паломничество из-за старости или неизлечимой болезни, и если доверенное лицо уже совершил большое паломничество от своего имени. Это мнение избрали верным ученые Постоянного комитета, и шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах. Другая группа ученых запрещала это, и это известное мнение шейха Ибн Усеймина, да помилует его Аллах. У шейха Ибн Усеймина, да помилует его Аллах, есть фетва, в которой он позволяет сыну совершить добровольное паломничество за своего отца по его просьбе. Шейху, да помилует его Аллах, задали вопрос. Мой отец попросил меня совершить в этом году добровольное большое паломничество, так как он уже совершил паломничество один раз. Он в состоянии оплатить расходы на большое паломничество, но по состоянию здоровья не может отправиться в путь. Могу ли я совершить паломничество вместо него, зная, что за себя большое паломничество я уже совершил? Шейх ответил, в этом случае не будет греха, если вы совершите паломничество от его имени, а Всевышнему Аллаху ведомо лучше.